Новостной выпуск подготовлен при поддержке издательства Краудгеймс. Приобретайте лучшие мировые хиты и новинки в интернет-магазине kraudgames.ru по ссылке в описании. Привет, друзья! С вами Тимур, и вы смотрите канал Насталки Лайв. Внезапная серия ролл-н-врайтов, неподтвержденная локализация и большой анонс небольшой игры от Эврикус. Всё это и многое другое в сегодняшнем выпуске. Погнали! Все мы прекрасно знаем, что Ричард Гарфилд, создатель самой популярной коллекционной карточной игры, периодически занимается дизайном настольных игр. Правда, в портфолио у автора их не очень много. Но в последнее время Ричард будто активизировался. Издательство Alea, известное нам по целой серии евро-игр типа замки Бургундии, Пуэрто-Рико, Сан-Хуан, Бора-Бора и многих других издаст в следующем году новую разработку Гарфилда. Она получила название Dungeons, Dice and Danger и отправит участников в подземелье, где они будут соревноваться в добыче сокровищ. А находить их придется, исследуя пещеры и сражаясь с чудовищами, то есть ничего принципиально нового. Стоит лишь отметить, что игра будет сделана в жанре ролл-н-райт. За последний год подобных игр вышло как минимум две. Это Бумажные подземелья и Dungeon Scrollers от издательства VisKids. Сможет ли именитый автор привнести в жанр что-то новое? Покажет время. А помните игру The Game, которую локализовала Gaga Games? В ней еще игрокам надо было складывать карты в стопки, чтобы в итоге не сговариваясь избавиться от всех карт на руке. Так вот, автор сего шедевра представил свою новую игру. Называется она Snowwear и предложит игрокам потушить лесной пожар с помощью снега. Я несколько раз перечитал описание игрового процесса, и не все понял до конца, но попробую объяснить в двух словах. В центре стола сваливаются все карты в кучу огненной стороной вверх. Не в стопке, не колодой, а просто кучей карт. Далее любое количество участников будет по очереди переворачивать карты по определенным правилам, так как на обратной стороне можно найти снег. Накрывая затем снегом пожар, можно будет его тушить, убирая карты из кучи. И целью игры является необходимость потушить как можно больше пожара. Надеюсь, вы хоть что-нибудь поняли. Кстати, игру выпустит тот же самый издатель, что явил миру The Mind и The Game, так что теоретически даже есть шанс на локализацию. Порой, когда я занимаюсь поиском новостей и пытаюсь понять, стоит ли игра упоминания, натыкаюсь на очень интересную, на мой личный взгляд, информацию. И сегодня мне очень захотелось с вами поделиться, так что устраивайтесь поудобнее. В 2018 году свет увидел лучший, по моему скромному мнению, Roland Wright Fleet The Dice Game. Игру издал Eagle Griffon Games, а авторами проекта были Бен Пинчбек и Мэтт Риддл, которые до этого не отметились чем-то выдающимся, ну а в будущем сделают игру для Renegade Game Studio под названием Subastral, которая в начале 2021 года попадет во многие виш-листы. В 2019 году ребята дополняют свою команду Адамом Хиллом, из-под пера которого вышла Cosmo Euro Godspeed от Pandasaurus Games и открывают свое издательство Motor City Gameworks. Со своей первой игрой Three Sisters они вышли на Kickstarter в начале этого года и собрали необходимую сумму уже за первые три часа. Игра хоть и была на фермерскую тематику, продолжала и экспериментировала с идеями кубикового флота, являясь в каком-то смысле ее наследницей. А уже на следующий год команда запланировала Kickstarter на свой новый Roll'n'Ride, который получил название Motor City. Игрокам предстоит возглавить автомобильные фабрики, где будет проходить полный цикл создания автомобиля, от разработки до сборки, испытаний и даже финальных продаж. Ну а бороться по классике участники будут за победные очки. В итоге авторы объединяют все свои три игры в единую серию, несмотря на то, что первую издавал Eagle Gryphon. Честно говоря, если бы я познакомился с флотом раньше, то непременно бы поддержал Kickstarter трех сестер. Теперь же остается ждать Motor City. За что вы любите Kickstarter? Я вот, например, за то, что он способен рождать необычные с точки зрения продакшена проекты. Я сейчас говорю не о переполненных пластиком коробках. На этой неделе таким проектом стала игра под названием Steam Up A Feast of Dim Sum. Игрокам предложено посетить ресторанчик китайской кухни, в котором они смогут полакомиться всяческой едой. Для этого игроки будут вращать специальную платформу с пароварками, в которых она готовится, чтобы подгадать для себя нужные лакомства или подставить пароварку с ненужными своим оппонентам. Ведь брать еду можно только из той пароварки, которая стоит перед игроком. На помощь участникам также придут карты событий, которые позволят применять внезапные эффекты. А целью игры станет наполнение своих планшетов едой для получения победных очков. Что же касается цен, то авторы проекта запросили за базовую коробку 48 долларов, а за делюкс с пластиковой едой и мипплами с печатью 65. Если вы вдруг решили поддержать проект, то учтите два момента. Во-первых, для доставки в Россию придется воспользоваться услугами форвардера. Ну, а во-вторых, рассылка проекта запланирована аж на 23 год. Что они собираются делать с такой несложной игрой еще целых два года, остается загадкой. Мы уже несколько раз обращали внимание на то, как зарубежные партнеры раскрывают российские локализации без ведома наших издателей, нарушая их планы на анонсы. В этот раз отличились Off-The-Page Games, опубликовав апдейт в проекте Кикстартера. В этом году издатель рассылал свой успешный проект под названием MindMGMT – The Psychic Espionage Game. Это игра на механике скрытого перемещения про борьбу спецслужб, основанная на одноименной серии комиксов. Проект по достоинству успели оценить во многих странах, в том числе и в России, засыпав его высокими оценками на БГГ и хвалебными отзывами. Так вот, в последнем обновлении на Кикстартере издатель указал, что игра будет выпущена и на русском языке, правда, без какой-либо конкретики о том, какой из наших издателей взялся за проект. Так что поздравляю всех, кто мечтал заполучить в коллекцию MindMGMT, но не поддержал в свое время Кикстартер. Думаю, независимо от того, кто же подписал игру, это очень хорошая новость. Ну а если вы вообще не поняли, о чем сейчас шла речь, то по ссылке в описании можете прочитать обзор данной игры в нашей группе ВКонтакте. Эта новость должна была быть немного другой, но так как металлические монеты для настольщика сродни священному Граалю, поговорим просто о самой игре, а точнее, дополнении к ней. Издательство Краудгеймс запустило предзаказ на второе дополнение к очень популярной евроигре плотина под названием Пятый игрок. Теперь, как понятно из названия, в любимую игру можно будет играть большим составом, так как в коробке мы сможем найти новое игровое поле, которое подходит для партии в четвером или в пятером, планшет дополнительных действий и новые жетоны частных контрактов. Также хотелось бы сказать, что на предзаказе можно приобрести набор классных металлических монет, но, к сожалению, об этом говорить уже поздно, так как они закончились раньше всего. Кроме того, там и самого дополнения осталось что-то в районе сотни коробок, так что успейте купить. Everkus продолжает анонсировать локализации, будто нам на прошлой неделе было мало. Правда, в этот раз издатель идет по следу игр первой свежести, так что скоро у российского игрока появится возможность приобрести дуэльную версию игры It's a Wonderful World, которая по аналогии получила название It's a Wonderful Kingdom. Новая игра, в отличие от предшественницы, имеет совсем иной сеттинг и перенесет участников из современного будущего в фэнтезийное королевство с рыцарями, драконами, пиратами, торговцами и всем, что так очевидно ложится в сеттинг. Но главное различие между старшей и младшей игрой кроется в основной механике, а именно в драфте, который теперь будет играться оппонентами в открытую. Каждая игру будет собирать две стопки карт, которые затем участники получат для разыгрывания в свое королевство. Ну а дальше все, как нас учил Безумный Мир. Собираем производственные цепочки, чтобы набрать больше очков, чем твой соперник. Кстати, в коробку с игрой сразу положили несколько различных модулей, чтобы разнообразить игровой процесс. Знаю, что многие из вас ждали этого анонса. Сам я хоть и не являюсь поклонником дуэльных игр, новинку попробую с удовольствием. Правда, когда это может произойти, пока неизвестно. Ждем подробности от Эврикус. Хотели больше пластиковых миниатюр? Держите. Лавка игр запустила на этой неделе предзаказ на третью игру в мифологической серии от Эрика Лэнга под названием «Анг. Боги Египта». Игроки с головой окунутся в божественные распри времен древнего государства. Каждый из участников возьмет на себя роль одного из величайших представителей египетского пантеона и будет сражаться за почитание, распространяя свое влияние по всей территории государства, привлекая на свою сторону все больше последователей, которые в свою очередь будут посвящать строительство обелисков, храмов и пирамид любимому божеству. Базовая коробка предложит для игры 5 различных богов и набор из 6 мифических стражей, которых можно будет привлечь на свою сторону в борьбе за почитание. Кроме того, на предзаказе доступны 3 дополнения с новыми богами, новыми стражами и дополнительным полем с новым типом действия. Базовая коробка и все дополнения продаются по отдельности, ну а полный набор будет стоить ни много ни мало 17 500. Ну а если вы хотите посмотреть на саму игру перед покупкой, то можете сделать это вот по этой подсказке. Chuchu Games, как и обещала, на этой неделе открыла предзаказ на очень симпатичную семейную игру, которая называется «Комната чудес». Игра, которая успешно собрала средства на кикстартере в этом году, предложит участникам стать коллекционерами различных диковинных вещей, магических артефактов, уникальных реликвий, таинственных книг или чучел фантастических существ в декорациях викторианского Лондона. Посещая различные районы города и выполняя в них действия, игроки будут получать карты, продавать или даже меняться ими с другими игроками. Все это нужно для того, чтобы в итоге собрать самую непревзойденную коллекцию чудес и заработать больше всех победных очков. Игра порадует разнообразными сетапами районов, быстрыми партиями и очень высоким уровнем взаимодействия. Мы уже поддержали проект, так как, во-первых, игра нам очень понравилась, а во-вторых, цена демократична – 2500 рублей. Теперь же будем доканывать издателя просьбами привести всяких классных дополнений. Не знаю, как вы, а я с особым трепетом каждый раз ожидаю встречи с новой российской разработкой, очень нравится следить за тем, как растет наш игрострой, и благодаря анонсу от мира хобби список на поиграть обзавелся новой игрой. Издатель представил на этой неделе новинку под названием «Маленькие города». В ней игрокам предстоит разрабатывать планы небольших современных городов, то есть проектировать кварталы и постройки, стараясь распределить их наиболее выгодным образом. И хоть игра работает на популярной механике Roland Wright, все равно способна предложить интересные решения в виде цветных фломастеров, которые не только будут отвечать за различные типы кварталов, но и будут передаваться между игроками для реализации разных градостроительных планов. Обожаю игры на механике Roland Wright и стараюсь не пропускать новинки. Маленькие города, несмотря на довольно простые правила, очень хочется попробовать. Ждем полноценного релиза. От звезды на этой неделе тоже есть парочка новостей, правда с ними все непросто. Дело в том, что одна и та же информация появляется от издателя трижды – при анонсе, при отправке на печать и при поступлении игры в магазине. А повторять каждый раз одно и то же из выпуска в выпуск совсем не хочется, поэтому вот вам краткая выдержка. Во-первых, в производство ушла обновленная версия игры «Великий западный путь», которая порадует игроков новым оформлением, компонентами, новой механикой и соло-режимом. Релиз запланирован на феврале 2022 года. А во-вторых, в продажу наконец-то поступила настольная версия градостроительной видеоигры Anno 1800. Стоимость одного картонного экземпляра составила 4490 рублей. И еще один предзаказ был запущен на этой неделе. Виновником торжества стала Gaga Games с игрой с очень длинным названием «Мерв сердце великого шелкового пути». Игра от издательства Osprey Games предложит участникам отстраивать древний город, через который проходил шелковый путь. Возводя строение и стены города, прокладывая торговые пути, обращаясь в мечеть или к султану, а также обогащаясь знаниями в великой библиотеке, игроки будут зарабатывать победные очки. А в конце каждого раунда город будет подвергаться набегам монголов, пытающихся его разорить и разрушить строение игроков. Кстати говоря, Мерв это довольно приятная и не очень сложная евроигра. Посмотреть на нее и послушать мнение можно на нашем стриме вот тут. Стоимость одной коробки на предзаказе составляет 4000 рублей, а поставка запланирована на май месяц. И это все на сегодня. С вас лайк, подписка, комментарий, с меня интересные новости ровно через неделю. Скоро увидимся!